Рак Рак – это не приговор. Уже давно с ним можно не только успешно бороться, но даже предупреждать его развитие. Как? Узнаем у заведующего отделением онкохирургии Саратовской областной больницы Рафаэла Пенпюляна. Если говорить о раке, то первым делом с чего нужно начать? Нужно понимать, что рак – это не то заболевание, которое начинается в одночасти. Рак провоцирует множество факторов, и в том числе наш повседневный образ жизни. Что же нам такого делать в повседневном нашем образе жизни, чтобы минимизировать шансы возникновения онкологического заболевания, вовремя его предупредить и правильно с ним бороться? Вот, наверное, основная задача нашего с вами сегодняшнего диалога, я так понимаю. Что могу посоветовать людям в плане образа жизни? Это соблюдение правильной диеты, в частности, употребление в пищу растительного крахмала, который содержится в бобовых, кукурузе. Он защищает наш толстый кишечник от, как бы, приевшейся всем уже, наверное, мясной диеты и способствует тому, что риск развития рака толстой кишки становится меньше. А это один из распространенных, да? Один из самых распространенных раков – это рак толстой кишки. Из тех продуктов, которые способствуют поднятию иммунитета и, как следствие, профилактике рака – это чеснок, это брокколи, приготовленные на пару, улучшают иммунитет и способствуют борьбе организма с раковыми клетками. В плане рака пищевода нужно стараться избегать сладких газированных напитков. Также доказано воздействовать на слизистую пищевода, тем самым вызывая онкологические заболевания. Никотин всеми уже давным-давно сказано, и Минздрав, наверное, устал предупреждать, но, тем не менее, лишний раз напомнить, считаю необходимым. Никотин и продукты горения сигареты вызывают рак легкого, горло, рак головного мозга. Не стоит забывать и факторов, которые позволяют нам минимизировать шанс развития рака. Солнечный протекторат. Например, витамин D, который поступает в наш организм, 90% его поступает благодаря солнечным лучам. Достаточно 10-15 минут нахождения на солнце для получения дневной нормы витамина D, достаточного для организма. А если говорить о меланоме, то её солнечные лучи провоцируют? Существует ограничение, да, есть агрессивное солнце, под которым не рекомендовано загорать и находиться вообще в дневное время суток, да, это в обеденные часы. И существует утреннее и вечернее солнце. То есть нужно стараться именно избегать агрессивных солнечных лучей. Мало того, что можно вызвать и тепловой удар, и пигментные невусы, они могут просто быть спровоцированы вот этим агрессивным ультрафиолетом. Поэтому тут нужно поймать как бы грань, стараясь избегать агрессивного солнца, не избегать его совсем. И те же пигментные невусы, за ними нужно следить. Если образование на коже стало увеличиваться в размерах, менять форму, цвет, тогда это однозначно повод обратиться к онкологу или хотя бы к дерматологу за консультацией. А дальше уже на усмотрение врача вам будет рекомендовано дальнейшее действие. Сейчас огромное количество медицинских частных центров, в которые можно обратиться к дерматовенеронгу и удалить жидким азотом новообразование. Так поступать нельзя? Не все образования можно удалять жидким азотом. На самом деле есть такие опухоли кожи, в частности меланом, при которой эти все образования удаляются, как правило, под местной анестезией. И если удалять меланом под местной анестезией, последствия могут быть очень-очень печальными. Это способствует резкому росту, появлению метастазов в организме и прочее. И иногда после этого побороть болезнь уже становится практически невозможно. Поэтому обращаться можно в частные клиники, но вы должны быть уверены в квалификации того дерматовенеролога или того врача, который вам будет это образование удалять. И удалит вам именно опухоль, которую можно удалять под местной анестезией. И они истечут вам злокачественное образование со всеми вытекающими последствиями. А к каким новообразованиям на коже нужно относиться с повышенной осторожностью? Как я выше сказал, ко всем образованиям, которые растут, меняют цвет, форму, постоянно травмируются. По поводу всех этих образований нужно обращаться к онкологу. И их, соответственно, лучше удалить? Лучше послушать, что скажет онколог. Онколог может сказать, что это безопасное новое образование? Онколог может посмотреть на это образование через драмоскоп. Онколог может взять соскоп, если у него есть сомнения по поводу данного образования. А если подозрения будут сняты, то выбор удалять новое образование или его не удалять за пациентом? Всегда выбор за пациентом. Даже на тех же медосмотрах абсолютно все 100% тела человека ни один онколог, хирург, навряд ли посмотрит. И тем более он не знает, как выглядела та же розинка у вас год назад или два года назад. И только вы можете следить за ее изменениями. И сообщить, а ваша задача сообщить об этом онкологу. А онкологу задача разобраться, что это. И если необходимо удаление этого новообразования, соответственно, правильно его удалить. Я просто веду к тому, а если можно новообразование оставить, но при этом оно находится в таком месте, где постоянно травмируется. Фактор травматизации также онконосторожность вызывает. То есть постоянная травматизация новообразования, какого бы то ни было, это прямое показание к оперативному лечению. То есть лучше удалить, а не... Да, постоянно травмируемое образование лучше удалять. А вот они сами могут также удалиться? Травмироваться. Постоянная травматизация. Ну, если вы бы... Ну, конечно, да. Конечно. В этом случае желательно это образование, если оно у вас далеко не улетело, так сказать, во время его самоликвидации, отнести тому же онкологу, и чтобы под микроскопом посмотрели, из чего оно было сделано, и при необходимости расширить чуть-чуть объем. То есть иссечь то место, где оно находилось. Иногда и такое приходится делать. А поможет меланома протекать бессимптомно? Она, как правило, и протекает бессимптомно, пока уже не становится поздно. И появляются метастазы, которые уже хирургически иссечь невозможны и бессмысленны. И вся надежда на иммунотерапию и прочее. Но медицина не стоит на месте. Сейчас разрабатываются новые методы лечения меланомы. Однако, конечно, заболевание страшное, и при наличии отдаленных метастазов прогноз неблагоприятный. А как же вовремя обратить внимание? Если новообразование на коже, например, пигмент на небо существовал, у вас и существовал, и вы на него внимания не обращали, но вдруг он стал темнеть, чернеть, менять форму, тогда лучше сразу же... Болеть? Бежать? Чесаться? Нет, болеть они не болят. Меланома не болит. Чешется? Ну, если есть изъязвленная поверхность, то может быть зуб. Но это необязательный фактор. Как правило, это безболезненное образование, черного цвета, покрытое по типу вуалью светлой. Вот это отличительная особенность меланомы, которая растет, она неправильной формы, иногда с вкраплениями коричневого или черного цвета. Вот такие новообразования должны сразу же настораживать. В отделении вы с какими видами рака имеете дело чаще всего? В нашем отделении попадаются раки практически любых локализаций. Но, к сожалению, не все эти болезни мы, как хирурги, можем ударить. Когда опухоль выходит за пределы первичного очага, зачастую хирургическое лечение уже не показано. И тут первым этапом проводят химиотерапевтическое лечение. В нашем же отделении конкретно это раки щитовидной железы, раки любых наружных локализаций, то есть это кожа, мягкие ткани, раки желудка, раки печени, раки желчевыводящих путей. На самом деле очень много разных заболеваний и по нозологическим единицам. Из всей областной больницы у нас больше всего нозологий, то есть разных заболеваний, которых мы лечим, потому что рак может появиться практически где угодно. Мы с вами, получается, не можем предугадать, когда рак возникнет, от чего и с кем это произойдет. Мы не можем предугадать, возникнет ли рак или нет. И мы не можем предугадать, сможет ли наша иммунная система справиться с тем раком, который возник. То есть бывает такое, что у нас возник рак, но наш организм с ним справился и поборол его. А мы об этом с вами даже не узнали. Такие варианты есть. И они каждую секунду случаются. То есть рак – это генетическое заболевание, но генетическим оно называется не потому, что генетика и наследственность, да, и не только поэтому, а потому что рак возникает, когда ломается ген в клетке. Вот тогда появляется рак. И пока у нас здоровый организм, иммунная система… Больше шансов того, что ген никакой не сломается. Или… Или если он сломается, наша иммунная система сможет нас защитить от этой мутированной клетки и вовремя ее погладить. Но есть некоторые виды рака, которые генетически детерминированы, да? Предрасположенность… Это определенные, в частности, рак молочной железы. Вообще репродуктивные системы раки, они имеют наследственный какой-то процент своего возникновения. Раньше во Франции, например, при раке молочной железы у матери дочерям отрезали молочные железы в возрасте там до 11 лет, когда они только-только начинали появляться профилактически, потому что они наблюдали и видели, что если у матери рак молочной железы, у дочери с большой вероятностью рак молочной железы тоже будет. Поэтому вот такие вот варварские методы они использовали. Мы знаем, что и актриса, да, Анжелина Жоли тоже, опираясь на то, что у нее, у матери был рак молочной железы, издав какие-то генные гормоны, она тоже решилась на такую радикальную операцию. И это верный поступок? С ее стороны? Ну, тут можно спорить до бесконечности, но рака молочной железы у нее больше не будет, это точно. Поэтому, с одной стороны, могло бы и при наличии груди не быть. При наличии молочных желез у нее, соответственно, рак молочной железы мог бы быть, но мог бы и не быть. Но вероятность того, что он у нее будет, была велика, и поэтому она решила не рисковать. Поэтому, если у ваших родственников, родителей имеются какие-то онкологические заболевания, то нужно, конечно, быть настороженным. Если у вас что-то беспокоит, тяжесть в желудке, нарушение стула, нарушение глотания, не нужно ждать, что это само пройдет. Нужно обратиться за медицинской помощью, с теми или иными жалобами и разобраться, почему у вас тяжесть в желудке. А задавать кровь на онкомаркеры? Ну, это очень дискутабельный вопрос, на самом деле. Я лично не считаю их вот прям панацеей и не считаю, что онкомаркеры могут дать однозначный ответ, есть у человека тот или иной рак или нет. Они могут намекнуть или подтолкнуть на то, что имеется такое заболевание у человека. Онкомаркеры в основном исследуют, когда уже человек верифицированный, поставленный диагноз рак, для того, чтобы смотреть, как он прогрессирует или регрессирует. То есть на уровне уже онкомаркеров можно смотреть об активности данной опухоли. А каким образом экология может влиять на возникновение онкологических заболеваний? Это, наверное, если живешь в районе завода, который работает с особо опасными веществами. Или вы тут шили Чернобыль. Да, тогда, конечно, шанс того, что у вас будет рак выше, чем у других людей. Но на самом деле у нас сейчас редко где такая экология, что можно было бы сказать, что это безопасно для человека. Тем не менее, даже если мы с вами переедем на юг Франции в Прованс, и будем жить как на картинах пасторальных... И кушать только брокколи. Нет, конечно же, шансов тогда на то, что у нас будет рак, меньше. Но опять же, рак – это случайность. И даже на юге Франции эта случайность может случиться. Но тем не менее, рак – это не приговор. Нет, рак – это не приговор. И рак, который на четвертой стадии, даже когда выявляются у пациентов, это не приговор. В настоящее время практически все формы опухоли в той или иной степени не лечатся. По крайней мере, можно достигнуть стадии ремиссии. Поэтому, услышав слово «рак», не нужно сразу же опускать руки и не идти в больницу. Нет, наоборот. Если верифицирован рак, поставлен диагноз, нужно помнить о том, что это лечится. И в настоящее время лечится довольно-таки успешно. Есть такие больные, которые при наличии диагноза как раз опускают руки и не обращаются за помощью? Очень часто такое случается. Более того, что самое ужасное, очень часто люди обнаруживают у себя опухоль и не идут за медицинской помощью, боясь того, что вот у меня опухоль, значит, это рак, значит, мне никто ничем не поможет, значит, какой смысл мне вот сейчас ехать, чтобы меня там мучили, лечили. Особенно, когда человек обнаружил какое-то новообразование на теле, в мягких тканях или еще где-то, обязательно нужно сразу же обратиться за медицинской помощью. А какие современные хирургические методы борьбы с тонкозаболеваниями? Наше отделение является одним из ведущих отделений Саратовской области. Здесь проводится масса серьезных операций, то есть это вплоть до гастроктомий, полное удаление желудка с лимфодисекцией, геймегапатоктомий, когда удаляется половина печени при поражении метастатическим печени либо первичном раке печени. Также мы оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь больным. По федеральной программе это химиоэмболизация очагов печени, что не проводится больше нигде в Саратове. Это когда химиопрепарат действует не на весь организм и вводится внутривенно, а когда рентгенхирурги через бедренную артерию доставляют специальную капсулу с химиопрепаратом в печеночную артерию, которая эмболизирует просвет, то есть не дает питаться опухоли в печени, и в течение трех месяцев выделяет химиопрепарат, который точечно воздействует на очаг в печени. Такого больше в Саратове никто не делает. Также у нас в рамках ВМП осуществляется стенсирование желчевыводящих путей для улучшения оттока желчи из печени при механическом препятствии, в основном это при раке головки поджелудочной железы. Также у нас делаются большие операции на щитовидной железе с лимфодисекцией, на молочной железе. Также мы проводим лапароскопические операции при раках желчного пузыря, при полипах желчного пузыря, потому что определить, что там, полип желчного пузыря или рак, пока его не удалишь, к сожалению, пока что практически невозможно. Если единственный полип обнаружен, и он не приносит беспокойства? Его лучше убрать. Конечно. Полип и любые новообразования лучше удалять. Даже если они не приносят неудобства? Даже если не приносят неудобства, потому что любые новообразования, в настоящее время являющиеся доброкачественными, в один прекрасный день могут озлокачествиться, и тогда уже доставить вам массу неудобств. То есть полип желудка – это одно, а рак желудка – это совсем другое. И одно дело, когда человек удаляет желудок целиком, либо удаление этого полипа при ФГС. Если у ребенка есть новообразование на коже, но оно не растет и не видоизменяется, можно оставить или у ребенка тоже? В той или иной степени розинки какие-то, невусы и прочее. Они есть у всех у нас. И не нужно паранойз по этому поводу. То есть вы не должны с ума сходить. Но если есть образование, которого раньше не было, лучше для собственной подстраховки, и учитывая, да, онконосторожность, показаться врачу и успокоиться. Вам скажут, что оно доброкачественное, беспокоиться по поводу этого образования не стоит. И, собственно, все. На этом тему будет закрыта. Опасные родинки или нет, узнаем у врача-онколога Вячеслава Игонина. Вячеслав Анатольевич, вот у меня есть такая родинка. Она опасная или нет? На теле каждого человека имеется много разновидностей кожных образований. В данном случае опухоль кожи, представленная у вас, имеет четкие ровные контуры, однородность пигментации и, вероятнее всего, и без резкого роста. Следовательно, можно сделать заключение, что данная опухоль является доброкачественной, поэтому необходимо просто наблюдаться. А она может вырасти, если ее травмировать браслетом? Каждая опухоль, находящаяся на теле, может переродиться в злокачественную опухоль. Причиной этого может являться любой фактор риска. Частая травматизация, повышенная инсоляция. И у вас есть примеры, да? Примеров, да, в нашей практике встречается много. На данном слайде представлена фотография. Пациент халатно относился к собственному здоровью, не обращал внимания на быстро растующее образование на коже спины. Мы в итоге имеем базально-клеточную опухоль кожи с распадом больших размеров, что потребовало от нас двухэтапной операции удаления пластики. И за какой период может вырасти? Ну, это все относительно, да, и все индивидуально. Ну, вероятнее всего, со слов пациента, данная опухоль у него развивалась в течение двух-трех лет. А он пытался самостоятельно лечить? Пытался, используя народную медицину. Ну, как мы видим, примерное лицо. Некоторые люди бывают так, что если кожное образование немного выступает, они перевязывают его ниточкой и ждут, пока оно отвалится. Ну, это из разряда народной медицины. Так поступать ни в коем случае нельзя. Ну, конечно, каждое образование нуждается в консультации специалистов. Куча осложнений может быть. Сегодня это пигментный невус, завтра это меланома и куча метастазов. Поэтому надо следить, наблюдаться. Как восстановиться после тяжелого заболевания и новейшая система «Горный воздух» в Саратовской областной больнице в следующей программе «Школа доктора». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова